В итоге, вот это все сессии, в части того, что ты выделил в качестве основных вопросов, которые нужно на законодательном уровне регулировать, почему мы все-таки на этом остановимся, потому что по итогам двух голосований, которые у нас прошли в чате, у нас ответили 30%, что прорабатывают сейчас осветные контракты, на мой взгляд, это хорошее значение с учетом информированности регионов про этот инструмент, но при этом никто не ответил, что достаточно правовой базы для реализации взятных контрактов, поэтому эти законодательные предложения очень актуальны. Так, прошу тебя слово. По моим ученым, у меня минус две минуты наступление, и это весьма символично, это очень похоже на ту проблематику, о которой я хотел говорить. То, что ты заключил offset, еще не значит, что ты действительно получишь доступ к тому спросу, который тебя обещал. Так и я. Я сидел на этой панели, но это еще не значит, что я смогу сказать все, что я хотел. Итак, как вы видите, по темной презентации я хотел говорить о проблемах, но будучи последним, вне тайминга, говорить о проблемах нельзя, о чем мне недвусмысленно намекнули организаторы. Если бы я выступал полноценно, я бы рассказал о том, что земельный участок не дадут. Но это вовсе не проблема, когда ты говоришь последний город, где ясно сразу выяснишь. Есть много других механизмов получения земельного участка для того, чтобы собственно осуществлять инвестиционную деятельность. Каждый важная инвестор должен иметь свой земельный участок, я бы так ответил. Или ОС, или уметь пользоваться другими инструментами без конкурсного получения земельного участка. Проблему вычеркиваю. Это не проблема, это трудность, с которой легко работать. Какую приводу дает ОФСЭТ? Как будто бы статус единственного поставщика, но этот статус не дает прямой спрос. На самом деле это вполне естественно для ОФСЭТ, когда я последние договорения, но не консультанта, рассуждающего у вас сложности, а конспективно. Это вполне приятное дополнение для тех направлений бизнеса, которые так работают государством. Это действительно честная сделка, где ты осуществляешь инвестиции на каком-то земельном участке и получаешь возможность, право на исключение конкуренции. И тут отречу предыдущему инвестиционеру. Мне кажется, что действительно это очень серьезная проблема с конкуренцией, соотношение конкуренции и ОФСЭТа. Связано она в первую очередь с тем, что сейчас ОФСЭТ это ловкость рук. То есть от твоих умений и возможностей преодолеть процедурные возможности. Умение преодолевать процедурные сложности, определяет заказчика, иногда даже за заказчика определяет того, кто, собственно, должен и может заключать ОФСЭТный контракт. Зависит успешность реализации, от умения добиваться своего. Как только ОФСЭТ консолидирует все обязательства и по одному контракту, собственно, будет осуществляться обязывание инвестировать и обязывание заказчика закупать в определенном объеме. Тогда проблемы с конкуренцией уйдут. Но нужно ли это? Возможно, в таком подвешенном состоянии, находясь, собственно, в рынке ОФСЭТа, он имеет хорошие перспективы. То есть это надстройка над госзаказом, над обычными госконтрактами, которые действительно способны привлекать инвестиции. И мы видим по статистике, которую сегодня озвучивали коллеги, что в этой части идут существенные зрения. Количество проектов растет. Конверсия, если ее так называть, монастик, очень хорошая. Мало инициатив, и многие из них удалены. Плюс мы видим эксперименты, вот раз я даже сегодня узнал новые направления для осмысления ОФСЭТа, и это здорово. Мне кажется, что это действительно позитивно. Единственная проблема, о которой действительно стоит сказать в совершении, но в константинозе, это в вопросе, связанное с волнувностью и с возвратом инвестиций. Все-таки публичная сторона должна помнить о балансе интересов, о том, что ОФСЭТ, суть, предоставление шансов, не более того. И в этом смысле очень важно помнить о том, что инвестор серьезно рискует. И часто, открывая государство-ориентированное производство, не сможет в случае расторжения контракта вернуть вложенные средства. Не сможет получить льготное финансирование, финансирование проектное. Почему? Потому что для банков недостаточно экономических гарантий, которые есть в ОФСЭТе. Это не проблема, но это нужно иметь в виду при констурировании экономической модели и рассматривая приложения инвесторов о дополнительных способах их защиты. Коих юридические консультанты могут придумать в достаточном уровне. Ну и как-то блогерское блогерство. Обращайтесь, мы будем рады в этом формате рассказать чуть больше. Спасибо большое, коллеги. Мы будем очень оперативно завершать нашу сессию, потому что каждое вступление было действительно очень интересно. Поэтому мы вышли немного за пределы тайминга. Если у вас есть вопросы, наши спикеры остаются здесь, на форуме в зале. Можете к ним подойти, эти вопросы задать. Большое спасибо, что были с нами. И давайте поблагодарим наших спикеров за эту программу. Спасибо за просмотр!